И Укрспирт, и другие госпредприятия в рейтинге коррупционных кормушек, ну конечно, если бы такой рейтинг составили, просто померкли бы на фоне налоговой службы во времена печально известного Александра Клименко. Ущерб составил почти 100 миллиардов гривен, и это только по тем схемам, расследования которых правоохранители сейчас пытаются довести до суда. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал о некоторых деталях операции против налоговиков Клименко. Готовили их поимку ровно год, и это только первое звено преступников. По словам Матиоса, они были, цитирую, всего лишь инструментом принуждения и получали из общака украденных денег всего лишь сотые доли процента. Теперь следствие должно довести до суда бенефициаров этих схем, под следствие могут попасть и четыре действующих народных депутата. Впрочем, пока до них дело не дошло. А вот что с теми, до кого уже добрались эти люди, дойдут до суда? Ответ искала Елена Зорина. Самая громкая спецоперация последних месяцев – правоохранители против бывших налоговиков времен Януковича. Вертолеты, усиленная охрана, одновременно 400 обысков в 15 областях Украины. Дело на 100 миллиардов гривен и более двух десятков задержанных. Мы подозриваем их в участии в одной злочинной организации, которая своей метою мала сбогачивание семьи, корейшнего экс-президента. Теневые схемы по отмыванию бюджетных денег. Фиктивные предприятия. Рассекретить преступную цепочку, утверждают в Генпрокуратуре, помог еще один фискал под подозрением Роман Насиров. Мы хотим, чтобы следствие закончилось скорейше. Бывшие топ-чиновники Министерства доходов и сборов Днепропетровской, Луганской, Полтавской и Харьковской областей, экс-глава налоговой в Крыму, руководители районных налоговых Киева. Все они задержаны, но вину не признают. И один за одним выходят на свободу. Кто под личные обязательства, кто под залог. Мы просили, как ареш, так и максимальные размеры заставы для всех экс-податковцев. Миллионы долларов, килограммы золота, серебра, иконы и драгоценности. Все это изъято во время обысков. Жить на широкую ногу они умели, а некоторые этого даже не скрывали. Знакомьтесь, Игорь Бондаренко, потомственный фискал. Его отец был в заместителях Азарова, когда тот руководил налоговой. А сам он вместо иллюстрации получал повышение. Дошел до должности первого замглавы фискальной службы Киева. По декларации еще чиновник Бондаренко – миллионер. Нынешний отчет теперь уже пенсионера более скромный. Зато жена – земельный и квартирный магнат. Участки в Черниговской и Киевской областях. Квартиры в Крыму и в центре столицы. Есть даже офисный центр. А еще дом за городом на 500 квадратов. Живет налоговик-миллионер в элитном поселке Казин в 25 километрах от Киева. Любимое место украинских ВИПов среди соседей не только чиновники, депутаты и бизнесмены, но и отстраненный главный фискал страны Роман Насиров. Но разыскать особняк за высокими заборами – тот еще квест. Рядом конча заспа, поэтому охрана неразговорчива. Скрывать от посторонних глаз все, что нажито непосильным трудом, они умеют. Да и жилец Бондаренко, среди прочих, видимо, не так уж знаменит. А это другой задержанный Александр Антипов, бывший губернатор и экс-начальник Миндохода в Луганской области. У него во время обыска нашли почти 4 миллиона долларов. Деньги, значит, литовского инвестора. Адвокат Антипова настаивает – обвинения несостоятельны. Сейчас у нас уже находится порядка 6 томов, в которых описаны должностные инструкции, учебник по налоговому праву. А обвинения, сущности обвинения и доказательств в этих томах мы вообще не обнаружили. Сам экс-чиновник громкое дело называет политическим заказом. Все доходы, которые получены мной, моей семьей, они, так сказать, объяснимы. И я занимался бизнесом, и занимаюсь сейчас, и мои члены семьи. Это его последнее интервью без наручников. Бывший чиновник спешит в суд по изменению меры пресечения и еще не знает, что эту ночь он проведет в изоляторе. Ну я, слава богу, там еще не был. Чуя меня на 68 лет в возрасте, закрывать, причем с двумя серьезными болезнями. Залог в 15 миллионов он так и не внес. Мол, денег нет, теперь прокуратура потребовала 100. Я абсолютно никуда не прячусь. Два паспорта, которые у меня были, загранпаспорт, один просроченный, один еще действующий, я вовремя сдал. Есть такой персональный мобильный девайс, на который даже может звонить. А браслет на ноги он под носком. С браслетом на ноге он просится уехать. После отгримевшего дела налоговиков в истории отстраненного фискала Романа Насирова появился новый поворот. Одна людина в этой справе подозрена, в этой справе так разумеет, как корисный агент. Я вернулся поехать на ликование. Мне действительно нужно выехать, сделать терапию. Человек, который запомнился в судах под разными одеялами две недели назад, по утверждению врачей, перенес операцию. Теперь нуждается в заграничном лечении и особом препарате, радиоактивном йоде. У нас нет 123 йода. Ну, это может быть и Германия, и Австрия. Мы написали две европейские, одну американские. Вот ответ на сегодняшний день пришел от американской стороны. То ли сделка со следствием, то ли очередная хитрость, но паспорт Насирову все-таки могут вернуть. Мы понимаем, что здоровье за жертвоваться не можно, но действительно мы также понимаем, что в этом проведении есть достаточно высокие риски втечи подозрева. Уже в этом месяце дело самого Насирова обещают передать в суд, хотя обещали и раньше это сделать. Но сроки все время сдвигаются. Что будет с задержанными налоговиками? Не станут ли они вместо обвиняемых свидетелями и доведут ли эту громкую историю до суда? Или она, как и многие другие, отгремев, забудется?